Друзья, всем привет! С вами по-прежнему Дневники Кайрата. Добро пожаловать на третий заключительный сбор футбольного клуба Кайрат. Город Белек, Турция, Глория Спортс Арена. Поехали! Алексей Николаевич, добрый день. В первую очередь, разрешите поздравить вас с днем рождения. Спасибо большое. Пожелать вам всего наилучшего, ну и, конечно же, заветного чемпионства футбольного клуба Кайрат в этом году. Спасибо большое. Есть несколько вопросов, одни очень легкие, большинство от наших болельщиков. Это такое первое наше интервью в сезоне. Для начала расскажите, пожалуйста, как вообще настрой на сезон, какие цели в этом году? Настрой хороший. Ребята очень целенаправленно работают, очень радуют с первого дня. В совсем других кондициях вернулись с отпуска, получили домашнюю работу, которую они без исключения выполнили все. Я бы сказал, что я пока доволен новичками. Время, конечно, покажет, но как они себя на первых сборах показали, мне очень впечатляют. Друзья, ну мы просто не можем вам это не показать. Давайте пробежимся по номерам и посмотрим, чем занимаются наши футболисты в свободное время. Большая часть команды живет на пятом этаже. Сразу здесь в кордорочке у нас фуршетная зона. Так, легкий перекус. Ну и мы сразу видим по бутсу, можно понять, что здесь живут наши ребята. Ну ты прям Аполлон, Аполлон, брат, ничего не скажешь. Красивое тело, бархатный мужской голос. Как дела? Ничего, пойдет самка. Нормально. Все отлично. Красиво? Да, я вам хочу не показывать чуть-чуть. Не получается, брат, невозможно. Ты сюда, ближе к стенке. Да, вот так, да? Да, не, все равно видно, да. А что делать и что с ногой у нее? Просто разогрев? Голлакс. Голлакс? Да. Приятно, когда мужики? Он росла перед игрой. Правильно. Приятно, когда мужчина наседает? Конечно. Фон, ну, первое, начнем с того, что Аббата, у нее была травма в прошлом сезоне, то есть он большую часть, особенно конец сезона пропустил. Это было, это чувствовалось в первые две недели. Сейчас он потихоньку втягивается, уже понимает наши требования. Мы из Аббата знали, если мы при подписании знаем, кого берем. Аббат не просто так, скажем, забил за команду, которая, ну, к сожалению, покинула высший дивизион и провел там очень-очень успешный сезон. Поэтому он отличался именно теми принципами, которые мы преследуем в Кайрате, нашей игровой идеей. Поэтому мы из-за этого его и купили, и приобрели. Поэтому будет ли он основным, время покажет. У нас конкуренция большая, поэтому посмотрим. То, что он один из важных игроков именно в нападении, это уже сборы показали. Здорово, как родился? Да, конечно. Хорошо, как отдыхается, хотел сказать. Нормально отдыхается. Вот, сразу неправильно настроился. Как работает, как сборы, как игры, как матчи? Да, нормально все. Нормально? Готов? Готов. К матчу и к сезону? Да. К сезону готовимся, к матчам, пока на сборах, да. Да, что нового? Ничего. Ну, смотри. Я календую свою прошу. Да, светлана прошу? Нет, давай, давай. Я хотел, знаешь, что это спросить? Смотри. Вот на этих сборах очень много игроков в Кайрат Джаз. А, в принципе, это же твои друзья, с которыми ты играл на весь сезон. Как ребята вообще себя показывают? Как ты считаешь? Нормально проявляют себя, стараются. Даняру всем забил. А, кстати, да. Да, надо с ним познакомиться тоже. Со всеми надо уже познакомиться. Вот сейчас пойдем познакомиться. Артурчик, что? Артурчик тоже хорошо. В целом, у всех ребят есть огромное желание. Это очень радует, что они не боятся каких-то трудностей. И то, что еще порадовало, что они уже наконец-таки раскрылись, почувствовали эту жесткость, наши философии, наши тренировки. Поэтому можно сказать, что в этом направлении я очень доволен. Понятно, еще им не хватает где-то в чем-то, какого-то мастерства. Но это все со временем придет. Они стараются. Это хороший залог тому. Как часто вы смотрите игроков, которые играют за Кайрат Джаз? А может, еще моложе ребят в Академии? Ну, все время он позволяет, пытаюсь тренировки смотреть, матчи контрольные. Мне удалось здесь 22 матча уже посмотреть на сборах. То есть уже такое впечатление есть. Ну, не о каждом, конечно, но вкратце их я увидел. И уже какое-то представление имею, кого мы можем даже на следующем периоде, когда ребята уедут за сборную, кого мы пригласим к нам на тренировочный процесс. Ну, это говорит о том, что Академия работает и работает очень мощно. Красавчик! Единственный, кто одетый в этом сезоне. Салан. Ладно, родной. Ладно, как тебя и дела? Акценно. Как смотри, можно я вот твой номер как пример покажу? Конечно, конечно. Вот, посмотрите. Вот такой вот номер. В принципе, у всех футболистов в нашем составе одинаковые номера. Здесь вот такой вот. Кстати, единственный номер, где порядок. Единственный номер, кстати, да. Поэтому я его и показываю. Либо я тебе написал, а ты резко убрался. Нет, нет, нет. Точно, не убирался. Мы тут с Гафуром живем. А, Гафур. Да, да. Но Гафур, да, такой человек. Что хочешь пожелать нашим болельщикам? Болельщикам, да? Да. Спасибо. Если мы с вами будем вместе, мы будем вместе, мы будем вместе. В Киенгазе, в Киенгазе, в Киенгазе, в Киенгазе, мы будем вместе вместе, и мы будем вместе вместе. День басса. День бассейна. Убирается? Подожди. Вот так примерно уже понятно, кто убирается. Вот так. Посмотри на него. Да, посмотри сейчас. Поближе, да? Вин, а и там Гафур Динейт нужно. Ладно, расскажи, как подготовка к сезону. Да, все нормально, брат. Трениваемся, готовимся к сезону. Все, здоровье мощное, никаких травм, ничего не беспокоит. Нет, все хорошо, готов, конечно. Все, поправился. Но ты знаешь, что в этом сезоне на тебя очень большие надежды? Дай Аллах, все будет хорошо у нас. Да, красавчик. Давай покажи, Али, насколько ты можешь баран пить. Дай Аллах, все будет хорошо. Свои национальные сборы на чемпионат Европы. Сразу, с первого дня показал, подтвердил, скорее, корректнее будет. Свой класс. У него лидерские качества, сумасшедшие. Сумасшедшая самодача. То, что мне очень нравится в нем, это никакие, без какого-то опломба не показывают. Это старается вместе, молодым помогает, советует, мячи носит, ворота убирает за собой. То есть, ну, это такие очень-очень хорошие характерные черты, что не очень прилипло его внимание. И это, когда мы анализировали этого футболиста, я сказал сразу, что это именно тот футболист, который я хотел очень сильно видеть в своей команде именно на этой позиции. Поэтому я очень рад этому подписанию. Здравствуйте. Матим Гули, видишь? Как ваше дело? Все хорошо, как у тебя. Отлично. А сейчас на телебилдинг идем? Конечно. Вкратце, можешь ли я рассказать, что будет или нет? Тайно. Тайно. Сейчас увидим. Наш Никито Спивкин тренируется на УТС с главной командой. Как дела? Отлично. Отлично? Да. Как тренировки с основой? Нормально. Не верится еще. Ничего не верится? Ну, что здесь с первой командой. Недавно и лечи по два. Насколько я знаю, на этих сборах три вратаря. То есть понятно, что Стас основной вратарь, а Даня Устеменко, с учетом того, что он уже с прошлого года тренировался, остается, ну и тебя пригласили. Да. То есть, в принципе, даже возможно такое, что ты в каком-то матче можешь выйти в раме. Возможно. Ну, ты сам как думаешь? Дай бог. Надеюсь, что буду играть. Ну, мы очень за тебя рады. Вот, друзья, это как раз-таки результат и философия нашей академии, что всем ребятам дается шанс, каждый должен почувствовать это и каждый должен расти. Тебе вот сколько лет сейчас? 16. 16? 16 лет! 16! 16. Прикиньте, что будет с ним в 19. А вот самое главное, расслабляйтесь. Потому что ты шли на примере других футболистов, знаешь, как это может сказаться. Удача, брат. Спасибо. Да, Гольджи Гид, они ровесники как раз-таки с Иркабуланом и Седахмедом. Вместе, не вместе, а против друг друга играли в юношных сборных. Поэтому они друг друга очень хорошо знают и ценят. Оба футболиста талантливые, так же, как Гольджи Гид провел прошлый сезон в Белоруссии в чемпионате. Очень довольно хороший, успешный сезон. То есть, очень был ярким футболистом. Там выделялся и против лидеров, против Боте Бориса, против Брестского Динамо. Где он очень хороший матч провел. Обладает очень хорошей техникой. Он плюс 19 лет уже довольно долго поиграл на, ну, не сказал бы на хорошем уровне, но на взрослом уровне. То есть, уже какое-то сопротивление он чувствовал. То есть, ему не надо было какое-то время для адаптации. Это он показал. Понятно, ему тоже надо фактических нюансов добавлять. Создавать больше остроты, искать самому завершение. Ну, он тоже очень хорошо влился. И поэтому я тоже очень рад в этом подписании. Тембюгник, крокодил. А на кого ты показываешь? Минус. Два слова. Рыба. гриба надо вот так улитка как? ребенок человек живота не том, кто в кастре стель бал? нет, сколько? не любите не радость? не брейте я возьму сейчас почем? Трансфер еще будет, пока еще, конечно, фамилия и имя не могло звучать, но то, что они будут, это факт, потому что у нас скаутинговый отдел уже занимается упорно работой, мы просмотрели очень много футболистов, но все прекрасно понимают, что подходящий вариант найти, который будет и по возрасту соответствовать, и по качеству, и по финансовым возможностям, это не так легко, поэтому требует время и какие-то просто, скажем, варианты выбрать, это мы тоже не хотим, ищем подходящий вариант, вот как пример Яцека показал, это тот футболист, мы его с первого дня хотели, боролись за него, он у него, не только наш вариант был для перехода, мы его получили, поэтому я очень рад и надеюсь, что в следующих двух позиций, которые мы еще ищем, такая же ситуация будет Спасибо большое, спасибо вам большое, я еще раз поздравляю вас с днем рождения, посмотрите дневники К Спасибо большое Ну что, друзья, настало время ужина, время 8.30 Небольшой легкий обзорчик того, что есть Вот гречечка коротненькая, с салом, с мясом Браты, вот где профессиональный кушает, а это, посмотрите, где спокойно Либо салат, браты Гречка, курочка и свининка Ну что, друзья, буквально через 30 минут начнется товарищеский матч с зенитом Футбольный клуб Дордой тоже посетил этот матч, чтобы поддержать своего воспитанника Как тебе чувствуется их поддержка? Конечно Наш воспитанник, как говорится, почти на глазах вырос сейчас вот в Хайрате Мы ему желаем, чтобы достиг своей цели, помог футбольному клубу Хайрату стать чемпионами Учить муже Сорвь 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 Или тогда переченька, касание, что биллу на фланг Да, да, да Ты видишь, выкрывает Выничтит Сигнал, когда князь, я ему даю Я сразу вот на степени Я тебе понял, я тебе выдай, когда я... Да, даже и впечатление Время иди, применять Да, просто если нету вариантов, то ничего. Да, да, туда. Я говорю, если вы, давай, сами себе привозят. Лишеньки говорят. Спасибо. Ну что, как ваши дела? Все отлично, все супер. Пришли поболеть за наших. За кого имена? Я думаю, за желто-черный. Как думаете, какой прогноз? Победим. Как у вас дела, скажите, пожалуйста. Все отлично. Учусь, а там дальше видно будет. На тренера? Нет. Административная должность, управление и менеджмент. Ой, нифига себе. Да. Друзья, вот видите, никогда не поздно учиться. Ну а как жизнь складывается после футбола? Какие воспоминания? Не хочется все-таки выйти, побегать? Хочется. Да. Ну а как? Всему свое время, как говорится. А играете где-нибудь в таких любительских лигах? Может быть, есть полупрофессиональные где? Нет, я сейчас... Я бы, в принципе, если бы со здоровьем, у меня все было бы нормально. Наверное, я бы хотел бы еще играть в футбол. Пока не могу... Ну понятно. Мне нужно восстановиться, чтобы потом начать играть уже в любительский футбол. На себя вам здоровья. Спасибо. Удачи. Красная карточка? В самом начале красную карточку получает игрок «Зенита». По правилам контрольных матчей, если игрок получил красную карточку, то вместо него может выйти другой. А он сам уже никак не сможет появиться на этом матче. Опасный штрафной. Айбол, Косович и Гафур у меня. Да, Конрад! Конрад! Айба, айба! Гаунцайд! Гаунцайд! Айба выше раньше! Айба... С передачи на Микановича. Миканович мяч принимает. Будет навес. Удар головой! Булат Угожбаев поздравляем мы с очередным голом. Диагональный мяч, мяч, мяч! Наш! Игра. Хорошо. Первый раз хорошо. Хорошая игра. Сложно играть против Ванта. Хорошая последняя. По игре не сказать, что мы по уровню уступаем. Была хорошая борьба. Была хорошая борьба, только что пропустили. В принципе равная игра была. В первом тайме у тебя было два очень хороших рывка и шанса забить, да? Да, пока не получается, но думаю прорвет потом в чемпионате. Все, спасибо. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Спасибо, нормально. Как дела? У нас все отлично. Как игра? Хорошая игра. Хорошего уровня игра. Молодцы. Скажите, пожалуйста, как вы принимали решение по поводу Владимира Плотникова? Мы не задумались вообще с президентом и президентом. Мы сразу же приняли решение, чтобы его взяли. Ну, хорошо. Спасибо. Анатолий, здравствуйте. Здрасьте, здрасьте. Ну, как вы рассказываете? Ничего, нормально. Тренируемся, работаем. Хорошие условия. Очень качественный сегодня был спарринг. Спасибо Кайрату за то, что откликнулись. И, я думаю, по той игре, которая была, получили и мы, и Кайрат. Много информации. Поэтому интересны такие игры всегда. Ну, скажите, пожалуйста, по сравнению с тем временем, когда вы играли в Кайрате, состав практически полностью поменялся. Как вам такой вот обновленный Кайрат, который сегодня был? Ну, да. Много футболистов ушло. Много футболистов новых пришло. Я думаю, стоят задачи, как всегда, перед клубом добиться чемпионства. Ну, я скажу, очень интересная была игра. Очень понравилась мне манера, выносливость, тактическая подготовка команды. Поэтому я думаю, что болельщики... Конечно, понятно, сборы еще есть месяц до чемпионата практически. Ну, я думаю, работа проделана огромная. И ребята молодцы сегодня. А есть кто-нибудь один, кто вам вот запомнился больше всего? Не, ну, Гафура я знаю. Давно я с ними это дружим. Ну, так видно, капитан и по качествам хорошо. Жалко травму Сиола получил. Поэтому, ну, думаю, в целом ребята молодцы. Ну, Стас ногами стал лучше играть. Поэтому, ну, тех ребят, с кем я играл, видно какие-то изменения. И всегда приятно смотреть. Я считаю, что хорошая команда собирается, боеспособная. Поэтому, я думаю, чемпионат покажет. И все, конечно, с нетерпением ждем того, чтобы, ну, поболеть за Кайрат. И команда побеждала. И наконец-то стала чемпионом того, что ждут болельщики и руководство клуба. Один из самых главных вопросов. Когда вы приедете к нам в гости? Ну, не знаю. Собираюсь на самом деле, но времени, ну, как всегда, не хватает. Много работы. Плюс были там матчи Лиги чемпионов. Переезды, перелеты. Как бы найти какое-то окно такое небольшое всегда тяжело. Поэтому, конечно, от Алматы остались самые лучшие впечатления. Самые теплые чувства. Конечно, всем передаю привет. И с удовольствием, если будет возможность, буду приезжать в город и даже на футбол. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Как в целом игра сложилась? Ну да, хорошая товарищеская игра. Я думаю, что обе команды получили удост. Убила очень много движения, очень много нагрузки. Ну, практически, это что нам нужно в этом моменте. Кто из наших нападающих больше всех доставлял вот проблему? Ну, не знаю. Много нападающих менялись. Мы старались. Я думаю, что мы попробовали сегодня играть из обороны. Некоторые моменты получились очень хорошо. Некоторые надо поправить. Ну, в общем, мы должны быть довольны. Поэтому, что было несколько дней тяжело работать. Ну, а в целом игра футбольного клуба «Кайрат» как вам? Ну, тяжело оценить игру соперника, когда сам играешь. Так что видно, что они хорошая, агрессивная команда. И желаю им удачи. Спасибо большое. Пожалуйста. Кто из футболистов команды «Кайрат» вам больше всего запомнился? Мы сыграем против Рубина. Инста-баттл с Леонидом Викторовичем. То он с этим не соглашается. На то и человек с более низким чувством. После перехода «Баторика» это то, что за 5 месяцев он заработает 1 миллион евро. Это правда.